добрый вечер дорогие друзья приветствую вас с проспекта царицы китаван на аулабарской площади нахожусь перед метро как раз вот на светофоре с улиц ведущий с улицы турцоми я спускаюсь в сторону бараташвили и здесь еще один светофор нас встречает спускаемся сейчас вниз субботний вечер машин немного раз на раз не приходится иногда вот вечером выезжаешь и полно машин иногда немного но вот наверное люди уже от всех этих праздников от всей этой череды мероприятий тоже устали и многие уже осели в своих домах никуда не выезжают у меня не было дел я бы тоже конечно бы сидел бы очень комфортно дома и очень удобно но нужно мне монтировать сюжет конечно там и тоже можно работать но когда нужно внимание и такое погружение лучше это сделать в рабочем пространстве когда все у тебя под рукой все материалы но сейчас мы поедем с вами не по набережной а по проспекту руставели чтобы сказать овчинка выделки стоило то я вот вдруг пригласил вас на просмотр ничего не показала до спустился по проспекту о бараташвили вернее проехал по набережной и до свидания не давайте проедем по ставили сейчас улица бараташвили колхозная бывшая вот эта площадь да вот раньше так было написано на трафаретах автобусов и троллейбусы вот видите здесь тоже эти большие остановки по обе стороны транспорта такая традиционный такой узел транспортный и вот здесь вот собираются машины которые из вас с разных районов привозят пассажиров ну раньше здесь была такая транзитная остановка хотя были маршруты которые вот именно здесь завершались соответственно начинались было много транзит на кого сейчас наоборот больше машин которые вот сюда приезжают здесь у них конечная остановка и соответственно потом они продолжают уже работу на новый круг а пассажирам приходится пересаживаться вот сейчас я к сожалению уже не знаю так детально схему транспорта автобусов я больше помню ту старую когда вот все лазы и карусы пазики а вот эти вот сейчас много маршрутов и даже вот эти цифры поменяли номера до номера другие там тройки добавили 58 стал 358 этом тоже нужно разобраться когда-нибудь вот сесть и покататься на всех маршрутах твилинского автобуса вот получить такое большое удовольствие просто все улицам там 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 есть на автобусах покрыть эти маршруты его сделать автобусную экскурсию до твилиси автобусной было бы тоже очень интересно вот проспект руставели после вот новогодних праздников тоже вернулся уже к своему обычному такому состоянию уже нет елки нет иллюминации куда уже елка уже нет на исходе но многие люди еще дома елочки такие не убрали среди них много моих знакомых которые считают пока зима пока холодно может елка и находиться на своем почетном месте как почувствуем аромат весны сразу а уберем ел мне даже на бумаге который там до 8 марта держит эту елку ничего страшного я в этом не вижу да конечно же если это живая елка и она осыпалась или вот да вот настоящий срубленная да и собрана из фрагментов таких она осыпалась от тепла и вот эти какие-то корневища дома остались это не очень хорошо а если все это еще новенькая свежо выглядит елочка искусственные игрушечки там грею душу тогда можно совершенно спокойно проезжать мимо оперы проехали сейчас бывший кадетский корпус по правую сторону и вот гостиница билд мор сейчас на территории вот этого кадетского бывшего корпуса галерея зураба царетели мума там бывают очень интересные выставки ну вот это бывший имел институт марксизма ленинизма с вашим числа на проснулась которая сейчас это гостиница билд мор почтамт бывший на первом этаже был супермаркет smart но сейчас говорят здесь идет большая реконструкция не знаю что там внутри происходит и сделают они еще одну гостиницу которая будет называться так и будет называться почтам того главпочтам то и телеграф вот что телефон телеграф когда вот были эти узлы связи в каждом городе в каждом районе на плехановской тоже была почта почта телефон телеграф вот сейчас проедем мы с вами по бывшей перовской улице тоже вот часто наши зрители просят показать эту улицу как она сейчас выглядит кстати я часто здесь проезжаю но тем не менее зрители каждый раз с большим удовольствием смотрят здесь много кафе и баров ночных клубов обменников сейчас проходит туристы здесь такая туристическая зона но местные жители конечно они уже давно устали вот написано wellness массажей здесь вот везде на каждом шагу массажные будки написано массажа за скобками этой надписи каждый может читать то что хочет вот написано у них велнос массаж массаж скрабом спортивный массаж арома массаж массаж горячим маслом просто масляный массаж маслом массаж с лосьоном массаж спины и плечевой массаж таиландский массаж по-царски просто таиландский массаж и написано фут массаж догадайся это тебя массируют ногами или же твои ноги массируют тоже вот тоже вот прошли россияне наверное туристы тоже идут в сторону ночного клуба а здесь открыли книжный магазин какой-то да или же клуб называется букс не знаю может эта улица привлекает в основном иностранцев как вы видите потому что но место здесь ничего не интересует вы или же те которые хотят там пообщаться с иностранцами вот опять той массаж той ресторан энд бар сначала накормят потом промассируют а потом потом уже все зависит от фантазии опять делюкс массаж ой господи прямо не улица какой-то бальнеологический курорт прямо до ума сети массаж на массаже массажные вы наши а впереди тоже какой-то бар открыли вот здесь периодически вот здесь вот этот бар до который сейчас вы видите в кадре я не знаю здесь в месяц раз снимаю заменяют вывеску приходят разные люди которые открывают этот бар и ни разу он еще там ни у кого не сработался вот выехали мы на площадь из проспекта меликишвили и здесь у нас вот большой концертный зал филармонии вот новую гостиницу здесь построить здесь была старая гостиница муза ее демонтировали сохранив архитектуру заново отстроили и вот еще она не открыта разрисовали уже стены все уже изуродовали я не знаю это вообще совершенно безнаказанно понимаете но если ты любишь свою страну уважаешь себя и уважаешь свой город и потом эти же люди или же их родители их близкие будут писать социальных сетях о патриотизме о том как они любят свою страну как они готовы ее защищать как этой стране нужна свобода независимость демократия вот если свобода независимости демократия только выглядят вот так в размазанных стенах и это есть свобода и это есть любовь к своей стране тогда это очень такое своеобразное понимание тогда пускай первую очередь они лицо свое размажут и вот так ходят хотя вообще страшная вещь сегодня стала известна внук криминальная хроника внук заказал бабушку внуку 200 внуку 25 лет бабушки 72 по-моему только 74 сегодня все местные каналы про это рассказывали в общем он заплатил киллеру 150 тысяч долларов чтобы тот придушил бабку бабульку молодец но вот эти переговоры фантастические вообще были они тоже но это троника мвд это кадры распространенные мвд почему-то киллер и внук до киллер и внук общались на русском языке я такое в первый раз вообще вижу чтобы вот так вот именно вот выкладывали не знаю может быть это и специально было так выложено только непонятно с каким умыслом что от русскоговорящие люди заказывают своих бабушек хотя у парня был грузинский такой акцент я не знаю насколько много в грузии у нас пенсионерок 72 или 74-летних у которых есть свой бизнес и которые там крутят планетой что у нее такие внучки но вот эта беседа с киллером на русском языке значит киллер русскоязычный и этот русскоязычный который свою бабку заказа заказывал что-то вообще странная очень некрасиво получилось я не знаю я тогда скажи представитель какой страны они почему они говорили на русском они из россии приехали у бабушки здесь свой бизнес или они этнические русские или же они грузины которые на русском хорошо говорят очень странно получилось или же здесь киллер не на киллера он не нашел и вот он русскоговорящего киллера нашел и поэтому с ним по-русски говорил очень странно или же они говорили на русском чтобы там никто бы их не подслушал вот такая вот непонятная история но факт то что бабушку заказал его арестовали ну вот это есть на странице мвд можете посмотреть очень странная новость кстати говоря я не знаю я такого еще не видел вообще в истории грузинской криминальной хроники что вот оба с киллером и договаривались бы почему у них было на русском языке вся эта сеть переговоры были у них тоже было очень странно когда вот наркотилеры тоже не не грузины общаются на других языках почему-то их речь так и тиражируется все странно это бывает очень дорогие друзья наша эта прогулка завершена обращаюсь с вами до встречи до свидания